У нас есть правило, что кандидаты, в данном случае на пост мэра, направляют своих представителей в штаб с правом решающего голоса. Мы предлагаем, во-первых, не только кандидаты, но и партии, которые выделили. Таким образом, у нас будет по два представителя в штабе практически от кандидата, потому что у нас, как вы знаете, в этом году есть и выездные серьезные истории, и, конечно, два представителя от партии от кандидата для нас было бы лучше. Мне кажется, это инноваторская вещь, предвижение уровня для голосования, то есть избирателя, увеличение явки, участие. И это пережуточная стадия, мне кажется, перед тем временем, когда люди будут за свои гаджеты голосовать, и отомлено само понятие, привязываться к избирательному участку. Избирательный участок, он сейчас по фан-айди будут в страну без виз пускать, и это самый высший уровень безопасности ССОФ и СССР. Но чем успешнее вашему штабу удастся поработать, и мы на все участки покажем своих представителей, тем, мне кажется, лучше будет. Вы точнее и быстрее будете знать результат, потому что все эти электронные форматы позволят, мне кажется, вам до горы с верхом уже знать реальную картину, и это будет очень революционно, что штаб выступит до того, как выступит официально, и потом все эти разногласия увидят. Я почти не сомневаюсь, даже, можно сказать, вообще не сомневаюсь, в честности. Хотел бы напомнить, что будет всего образовано 209 участков, 183 Московская область, 16 Калужская область, 5 Тульская и Валимирская области. Всего 209 участков. Мы от лица штаба обращаемся к кандидатам в мэрию направить на все избирательные участки города Москвы, на все избирательные участки, находящиеся за пределами города Москвы, своих наблюдателей от кандидатов. Мы считаем, что это необходимо для транспарированности, для организации процесса самого голосования, ну и, насколько мы понимаем, самим кандидатам будет спокойно, что эти наблюдатели будут находиться на избирательных участках. Однако, хочу напомнить, что на президентских выборах даже суммарно все кандидаты, выдвинутые от политических партий, не смогли закрыть участковую избирательную комиссию города Москвы. Поэтому мы просим в этот раз обратить пристальное внимание на процесс подбора наблюдателей от кандидатов и особое пристальное внимание обратить на избирательные участки, организованные за пределами города Москвы. Мы это делаем в Перуи. Это новация и в законодательстве, и новация в самом избирательном процессе. Такого не было никогда просьба кандидатам отнестись внимательно и направить своих наблюдателей на все участковые избирательные комиссии, которые организованы как в городе Москве, так и за пределами города Москвы. Важно, что у парламентских партий есть безусловное право на направление не просто наблюдателей, но членов этих комиссий справа решающего голоса, вот этого квоту совершенно точно будут закрывать. Я, кстати, обращаюсь ко всем общественным организациям, которые занимаются наблюдением, это голос, это сонар и прочее, гражданин-наблюдатель и так далее. Пожалуйста, мы готовы, ваши представители, включать в избирательные участки, на направление до решающего голоса. Вы знаете, что в Москве в свое время были широкие протесты, связанные с непризнанием итогов голосования. Очень часто большие вопросы вызывали выборы не только в Государственную Думу, но и в московскую городскую. Ситуация стала меняться, и это не может не радовать. Мне нравится словосочетание «московский стандарт». И в этот раз возникает возможность расширить и распространить этот стандарт предельно прозрачного подсчета голосов на близлежащие регионы. То есть мы приезжаем в Владимирскую область, мы приезжаем в Тульскую область, мы приезжаем в Московскую область, и там осуществляется тотальный контроль за тем, как идет голосование. Больше того, те люди, которые выехали в связи с дачным сезоном или по каким-то другим причинам в эти регионы, имеют возможность проголосовать. Очень важна формулировка «тотальное видеонаблюдение». Это тоже существенно, потому что мы, с одной стороны, живыми людьми покрываем по возможности все избирательные участки, но камеру не обманешь. Вернее, ее пытаются иной раз обмануть, но все-таки, когда есть непосредственная фиксация и видеонаблюдение, это очень значительно. Плюс, конечно, радует включение в этот общественный штаб представителей других партий, в том числе тех, кто не участвует в этих выборах. Хорошо, что участвуют люди из общественной палаты, разных взглядов там. Хотелось бы верить, что этот штаб будет результативный, правильный и позволит всем сказать, что выборы прошли честно, никто, чтобы не усомнился в этом. Но, зная Алексея Алексеевича, зная его репутацию, можно сказать, что уже 90% дела, что называется, в кармане. Осталось дело за организацией, за тем, чтобы от каждой партии люди активно поучаствовали, за тем, чтобы мы набрали наблюдателей, правильно, за тем, чтобы у нас есть предложения по мобильным группам. То есть нужно сделать теперь все от нас зависящее. То, что Алексей Алексеевич Генедиктов делает свою работу, я думаю, ни у кого здесь сомнений нет. Мы делегировали в штаб очень серьезного кандидата нашего. Я его делегировал от себя, как кандидат в мэры в Совет Федерации, известный писатель, общественный деятель, депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов. Он будет представлять интересы кандидата Кумина в штабе по наблюдению за общественными выборами. Кроме того, будет участвовать в работе штаба сопредседатель штаба по выборам мэра Леонид Зюганов. Поэтому люди достойные, серьезные. За каждого из них есть необходимый ресурс, необходимые возможности. И мы проявим все свои способности организационные, интеллектуальные с тем, чтобы обеспечить прозрачность этого голосования. Все возможности есть. Я в 13-м году имел возможность от имени ГПРФ участвовать в общественном штабе по тем выборам. И я знаю, как проходит эта работа. Внимательно, скрупулезно все наблюдают за тем, что происходит на участках. Выносят вердикт в случае каких-то малейших нарушений. Они немедленно собираются и ведут соответствующую дискуссию. И дают соответствующие сигналы, которые тогда власть принимала к сведению. Будем надеяться, что и сейчас будет то же самое. И Алексей в этом смысле, его имя, это гарантия того, что будет мнение общественного штаба услышано. Так что осталось дождаться и хода выборов. Но для этого нам, повторяю, нужно всем организационно собраться и поработать.